Грядет тотальный дэанон карателей. Киберпартизаны выпустили партизанский сервис для связи, который работает без интернета. Режим останется без валюты из-за санкций, а активисты запустили кампанию по беларусизации Байнетта. О том, что хорошего, расскажу прямо сейчас. Одним из самых громких релизов недели стала презентованная Байпол «Система распознавания лиц» – мощный инструмент для идентификации карателей и других пособников режима. Теперь распознать тех, кто совершал преступления против беларуского народа, будет еще проще, ведь частью системы распознавания стала база данных МВД, взломанная киберпартизанами. Как работает этот инструмент, представители инициативы уже показали на своем канале. А помочь до анонимизации может каждый беларус, у которого сохранились фото и видеоматериалы с моментами преступления. Программа определит преступников, даже если силовики были в балаклавах. Для чего разрабатывалась система и как она поможет новой Беларуси, расскажет представитель Байпол Александр Азаров. Система распознавания лиц была задумана еще полгода назад. Это такая же система, как КИПОТ, которую используют беларусские так называемые правоохранители, каратели, как сейчас их народ беларусский называет, для распознавания беларусов, которые участвовали в протестах. Мы создали систему даже не аналогичную, а гораздо лучше. Она распознает людей с лучшими, лучшего качества. И мы используем для этого базу данных, которую скачали киберпартизаны, базу фотографий, системы паспорт и ГАИ. Мы заключили контракт со сторонней организацией, которая оказала нам свои услуги, разработала данную программу под нас. Она эксклюзивная, ее невозможно купить где-то на рынке. Система разработана только под нас. Мы, имея доступ к этой информации, скачанной киберпартизанами, имеем возможность сейчас распознавать всех преступников в погонах, которые совершали преступления и совершают до сих пор в Беларуси. Человики стали неспроста носить маски. Этим они скрывают свои лица, потому что они боятся, что их опознают. Теперь, благодаря нашей программе, мы можем распознавать их даже в масках. Даже балаклавы их не спасут. И мы таким образом сможем раскрыть больше преступлений, установить больше преступников, зафиксировать это, провести какое-то расследование, выложить на нашем канале. И интернет все помнит, и все это будет навечно в памяти народа. И в будущем, при смене власти, это все будет использовано для возбуждения уголовных дел и привлечения виновных к уголовной ответственности. Поэтому никто не уйдет. Они сейчас знают, что никак они не смогут спастись от наказания. То есть никакая маска их не спасет. Это очень сильно влияет. Сейчас многие увольняются, силовики. И даже есть информация, ищут работу за рубежом. И мы таким образом можем устанавливать этих людей, если они совершали преступления в Беларуси, то, соответственно, если они сейчас находятся за рубежом, работают, к примеру, длиннобойщиками, поступает такая информация. Мы можем это установить, информацию передать в правоохранительные органы зарубежных государств Европейского Союза. И они будут лишены виз и будут депортированы на родину и будут служить своему любимому диктатору. Но это, кстати, не все релизы недели. Киберпартизаны продолжают свою работу и помимо взломов и сливов делают все возможное для облегчения партизанской деятельности. После отключения интернета в Беларуси, а недавно и в Казахстане, во время протестов, представители движения взялись за разработку сервиса, который помогает быть на связи, даже если режим блокирует доступ ко всемирной паутине. С каждым новым днем фаза активных действий все ближе. Мы выпустили новое приложение для зашифрованного общения. Партизанский СМС. С помощью приложения ПСМС вы сможете общаться при полном отсутствии интернета, не позволяя террористам у власти получить доступ к переписке. Мы рекомендуем пользоваться ПСМС только при особых обстоятельствах, когда другие способы связи недоступны. Для того, чтобы сообщения шифровались, установите ключ шифрования в настройках приложения. Ключ шифрования – это любой текст. У собеседника должен быть такой же ключ шифрования. Теперь ваши сообщения будут шифроваться. Возле тех сообщений, которые были зашифрованы, будет стоять соответствующий значок «Функция СМС для сброса». Если вас задержали, ваш собеседник может отправить СМС с текстом для сброса. При получении такого сообщения будут удалены все ключи шифрования и другие скрытые настройки приложения, за исключением пароля скрытых настроек. Разом мы переможем. Живи, Беларусь! Ссылку на партизанский СМС-сервис вы, как всегда, найдете в описании. Ну а мы продолжим. Из-за санкций режим столкнется в этом году с серьезными проблемами, в первую очередь в калийной сфере. Во-первых, Литва нашла возможность без штрафов и на законных основаниях прекратить транзит удобрений в Европу. А тут еще и норвежская компания Яра, крупнейший и ключевой партнер Беларусь-Калия, с 1 апреля отказывается от сотрудничества с предприятием. А это значит, что в скором времени экономическое давление на режим примет беспрецедентные масштабы и сякнет источник валюты, которой необходимо, чтобы расплачиваться с долгами. А оставшиеся торговые партнеры после примера Яра задумаются, стоит ли им и дальше сотрудничать с режимом. Но чем грядущий калийный кризис обернется для беларусов и в первую очередь для работников Беларусь-Калия, а также как будет развиваться санкционное давление в наступившем году? Я думаю, что Яра решила перестраховаться и заявить о прекращении сотрудничества сейчас. Во-первых, хотя санкции не примушали Яру рабить это сейчас. Там у нас все подставы мерковать, что это выник тиску, который мы разом с вами оказывали на эту компанию. И мы надеемся, что это станет прецедентом, что другие компании, такие как Сименс и не только, которые следуют к примеру Яры, и также заявятся о прекращении сотрудничества с режимом. Для режима это будет удар, переориентировать поставки на некие инших отримальников не так просто, рынок калийных угновений достаточно обмежеванный, таких буйных покупников, как Яра, в свете не так много. Даже если вы найдете покупников белорусской акалии, отправить их на эти российские порты, будет не так просто. Это займа досыц працяглы часа, 6 месяцев и более, как поменять вот эти ланцужки поставок. Поэтому я думаю, что вот той навар, який режим отримал от продажи белорусской акалии, он уже в руки Лукашенко не тратить. Чего наиболее все боится режим? Он боится забастовки. Поэтому даже в самые тяжкие часы рабочие отримали свои зарплаты, а в некоторых случаях даже двойные зарплаты, датковые премии, надбавки. Режим усилят пытается задобрывать рабочих, чтобы они, дай Боже, не начали бунтовать и протестовать. Поэтому у нас есть все подставы мерковать, что даже под влиянием санкций, режим усиленно будет поддерживать добрый рабочих на минимальном уровне, чтобы не допустить уважения на предприемстве. Что режим декладно сгубить? Это чистый навар, чистый прибыток, который, как правило, идет на поддержку репрессий и террора. ЦИСК стратегично важный на уровне нашей деятельности. Нам нужно перекрыть все краницы доступа, ресурсов, грошей для режима Лукашенко. Нам нужно перекрыть те лазейки, которые были в санкционном режиме от санкций в ЕС. С первого раза века уступить у деяния американские санкции, которые не позволят многим компаниям дзярж сектору различываться в долларах США. Так само мы попробуем перекрыть транзит поставок празд Балтыйские краины, за расчасткой, где празд Литовские, Латвийские и Эстонские порты. Мы надеемся, что ближайшие месяцы этот канал сбыток будет перекрыт. Так само мы работаем с Украиной. Как Украина поддержала пятый пакет санкций в Европейское Союзе, Украина является бойным покупником электроэнергии, битума, нафтопродуктов, бензину. Когда Украина долучится до санкций, то режим Лукашенко сгубит миллионы долларов. Так само мы працуем, как приватные компании перестали замовлять рекламу на пропагандистских державных телеканалах. У замены они могут працовать с незалежными медленнями. Формально, неформально. Але это как раз в той момент, коли бизнес, приватный сектор, может так само посприять нашей белорусской справе. Напомню, что недавно режим лишился еще одного партнера из-за санкции. О том, насколько критично для Лукашенко прекращение транзита китайских товаров, мы поговорили в новом выпуске «Народ спросит». В то время как режим пытается сформулировать национальную идею и целый год планирует навязывать белорусам новую идеологию в рамках объявленного года исторической памяти, активисты всеми силами пытаются сохранить ненавистный для режима белорусский язык. В интернете стартовала кампания по популяризации языка в байонете, присоединиться к которой может каждый. У Беларуси по-белорусскому нельзя записаться до лекара, нельзя почитать, я не знаю, про моду, про ведомых людей, нельзя загуглить рецепт, нельзя забронить маршрутку и так далее. И тому мы вырешили сделать такую кампанию, как это все стало махчимым, и как люди сами проявляли инициативу, и зверталися до разных людей, например, до распадратного маршрута, до онлайн-крамов и так далее, как белорусская мова заявлялася у них на сайтах. Это кампания за белорусскую мову в интернете. Мы сделали кампанию как разные кроки. Кожный крок – это белорусская мова в цесте. Например, белорусская мова на онлайн-мапах, белорусская мова в мобильных программах, белорусская мова на сайтах лекарных и медицинских установов. Все эти кроки есть в соцсетках мовы для мовы, это Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. И там можно про это почитать. Про каждый крок есть конкретная подробная инструкция, и это очень трудно сделать. Человек может просто зайти на соцсетки, брать для себя некий крок, который интересует его. Например, когда человек часто замовляет онлайн-крамов, то ему хочется, чтобы было махчимым замовляет по белорусскому, например, доставка, бусты, козбай и так далее. И он может долучиться до этого крока, там будет подробная информация, что куда нужно даслать. Например, первый крок был за белорусскую мову на онлайн-мапах, и это можно сделать каждый человек. Ну, сделать так, как место на мапе, любое место, там, палац, лекарня, не важно, по белорусскому называлось. И уже есть, ну, Google изменил название некоторых мест, и когда у человека стоит у наладка Google белорусская мова, он бачит это место по белорусскому. Это, например, государственные установы. Есть уже позитивные отказы от Брестского облываконкама и от Витебского облываконкама, что белорусская мова появится у них на сайте, и там не будет Google Translate, а будет нормальная версия. Кто будет активно долучаться до компании, отримают подарки разные. Пользуйтесь подсказками и инструкциями по ссылке в описании, для того, чтобы белорусского языка в интернете было больше. Напоследок же кратко об акции, которая сплотила белорусов со всего мира. Давайте проявим сплоченность. Под таким девизом продолжается кампания против преступного референдума режима, которую проводят демократические силы. Теперь к ней присоединились и белорусы зарубежья, сообщество белорусских диаспор, которое продолжает организовывать локальные и международные ивенты в поддержку сторонников перемен. Мы все и есть Беларусь, заявляют участники нового флешмоба в социальных сетях. И сейчас самое время для сплоченности и солидарности. Поддержать флешмоб, разместив свое фото с жестом кампании против референдума, а также информации о стратегии демократических сил, очень легко и важно, чтобы это делали все, кто сейчас находится в безопасности. Напомню, если вы боитесь открыто присоединиться к кампании или сталкиваетесь с рисками, распространяя листовки или наклейки, в ваших силах поддержать стратегию, рассказывая о ней друзьям и знакомым. О том, что еще можно делать, мы поговорили в недавней дискуссии на Маланке. Только вместе верим, можем и обязательно переможем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, делитесь вдохновляющими новостями и пусть их с каждым днем будет больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok